Такой учебно-методический сбор по подведению итогов работы спасательных служб проводился впервые. На вопрос, почему для этого выбрали именно Сочи, ответили представители Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Конечно же, не случайно выбрана площадка города Сочи, где мы комплексно показываем в целом, как должны решаться вопросы в области гражданской обороны, защиты населения территорий, в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Первым состоялся смотр сил и средств сочинского подразделения МЧС. Их иногородние коллеги смогли увидеть, как работает уникальная техника. Второй частью стали показательные учения. Здесь уже была продемонстрирована слаженная командная работа всех сочинских спасательных служб. По сценарию, в результате короткого замыкания произошло возгорание. Группе пожарно-спасательного гарнизона предстояло провести эвакуацию людей из горящего здания и локализовать очаг пожара. В учениях были задействованы и специалисты медицинских служб. Согласно легенде, им пришлось эвакуировать пострадавшего из покореженного автомобиля. Масштабы работы спасательных служб впечатлили не только гостей города, но и самих сочинцев. У нас уже много лет очень плотный событийный график в городе. И насыщен этот график многими мировыми событиями. Практически к каждому такому событию мы проходим такие тренировки. Сегодня продемонстрировано, конечно, очень высокое качество работы всех абсолютно служб. Основная задача этого учебно-методического сбора – показать, как должны проходить спасательные операции. Мы добиваемся сейчас слаженности действий вот этих компетентных людей, оперативности и грамотности управления. Отрабатываем различные управленческие алгоритмы в различных чрезвычайных ситуациях. И вся наша работа будет посвящена тому, чтобы сделать муниципальное звено абсолютно боеспособным. В ходе учений не обошлось и без спасения утопающих, что особенно актуально в преддверии летнего курортного сезона. В целом учения прошли на высоком уровне. Со всеми поставленными задачами спасатели справились на отлично. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...